Здравствуйте, с вами вновь Ермолина Татьяна и в своем видеоблоге я хочу рассказать прогноз. Прогноз на 2021 год для вас рыбы. Поговорить о том, чем будет 2021 отличаться от 2020 года. Что же вам небеса уготовили? Они уготовили вам какие-то позитивные моменты, какую-то удачу, да? Или же это все-таки проблемы? Но у нас все-таки есть уже длительное время, есть хорошее событие, относящееся к вашему знаку. Это прохождение Нептуна по знаку рыб. Нептун это ваш управитель, при том это управитель ваш высший. То есть есть два управителя у вашего знака. Это высший управитель Нептун и еще второй управитель Юпитер. Что касается Нептуна, то уже несколько лет подряд он ходит по вашему знаку, а значит, так или иначе, все из вас получат соединение с ним в свое время. Может быть, кто-то уже и получил, да, у кого Солнце находится до 20 градусов рыб. Кто-то будет получать именно соединение в этом году, в 2021, я об этом обязательно расскажу. Но помимо этого, еще, конечно, важно отслеживать и положение Юпитера, второго вашего управителя, потому что он больше говорит о делах насущных, чем Нептун. А он, как вы знаете, в конце 2020 года перешел в знак Водолея, при соединении, кстати, с Сатурном, и получилась так называемая Великая мутация. И в 2021 он будет в знаке Водолея, но с заходом в первые градусы рыб. А если он заходит в первые градусы рыб, то ранние рыбы, то есть те из вас, кто родился в первые несколько дней положения Солнца в рыбах, и имеет Солнце с первого по четвертый градус, будут получать соединение Юпитера со своим Солнцем. И поэтому ранние рыбы в летний период, это вот поздняя весна и лето, ну, скажем так, будут одарены юпитерианской такой вот благодатью. Юпитер в рыбах, как вы понимаете, в своем сильном положении, да, он очень здесь большой благодетель. Поэтому лето для вас будет успешным для ранних рыб. Ну, в принципе, оно будет успешным для всех рыб, потому что когда на небе сильное влияние мы получаем знака нашего знака, это чаще всего говорит о том, что у нас появляются дополнительные силы, дополнительный ресурс для реализации наших планов. Поэтому вот летний период, это время, когда на небе много рыб и Нептун, и Юпитер в рыбах, так что есть о чем поговорить. Вот, помимо этого, конечно, мы с вами поговорим в этом прогнозе и о влиянии Урана на ваше Солнце, и о влиянии Плутона, и о влиянии затмений. Потому что затмение, если вы помните, происходит на оси Стрелец-Близнецы. Правда, одно затмение будет уже на оси Телец-Скорпион, и это затмение будет более благоприятным, на самом деле, чем все остальные. Также тут очень важно отметить, что ретроградный Меркурий, вы понимаете, что Меркурий ретроградный у нас бывает 3-4 раза за год. В прошлом году он, кстати, ходил по вашим Солнцам, да, какая-то часть рыб получала от Меркурия в самом начале года соединения. В этом году он не будет этого делать, он не будет ходить в водные стихии, он перешел в воздушную стихию и там ретроградит. Но у него будет период, когда он все-таки будет давать квадрат на ваше положение. Вот, то есть на ваше Солнце будет давать квадрат. И у нас еще очень важной является и ретроградная Венера, которая в конце года может принести вам существенные перемены в личной жизни. Так что не переключайтесь, оставайтесь со мной. И давайте начнем с того, что важным, важным годом для, этот год будет для тех из вас очень важным, кто родился в период с 9 февраля по 14 февраля, да, потому что основной ваш управитель планеты Нептун будет соединяться с вашим Солнцем. Так что у вас будет очень яркий год, ну, который, наверное, много-много событий может принести. Ну, пожалуй, начнем. Итак, как я сказала, Юпитер будет очень сильно влиять на тех из вас, кто родился в период с 19 февраля по 23 февраля. И особенно его влияние будет распространяться на период, это июнь, июль и немного августа 2021 года. Нептун, ваш основной управитель, будет соединяться с вашим Солнышком у тех из вас, кто родился в период с 9 марта по 14 марта, 2000, вообще, с 9 марта по 14 марта, извините. Вот, то есть у вас как раз-таки Солнце находится в тех же градусах, по которым будет идти Нептун. И вы будете на него принимать аспект с 25 июня по 1 декабря, то есть всю вторую половину года Нептун будет стоять на вашем Солнце. И это, конечно, для тех из вас, у кого это соединение есть, очень хороший показатель, потому что это показатель очень сильной творческой активности, реализации вашей личности, вашей самости, актуализации вас. Это время, когда мы в своей серьезной, хорошей, творческой форме и действительно можем очень много чего создать в жизни. Помимо этого, у тех из вас, у кого, кто родился с 25 февраля по 4 марта, в жизни еще намечается аспект от Урана. Аспект, в принципе, позитивный, поэтому я могу предположить, что в целом будут неплохие события идти. В целом, если Уран в нашей карте не зловредник, то хороший аспект от него, пусть и приносят неожиданные ситуации, но заканчиваются они хорошо. Так что какие-то неожиданности, какой-то креатив и какую-то такую нестабильность будут получать те из вас, кто родился в период с 25 февраля по 4 марта, особенно в тот период, когда Уран будет ходить в петлях. А это с 1 января по 14 января 2021 года, а также с 20 августа по 17 декабря 2021 года. Что касается Плутона, транзитный Плутон также на ваше Солнце может влиять, но особенно на тех из вас, у кого даты рождения с 12 марта по 17 марта, те будут на себя принимать позитивный аспект от Плутона. Надо признать, что аспекты от Плутона почти всегда нами сложно переживаются, потому что это как ни крути изменения, очень глубинная перестройка. И эта глубинная перестройка приводит еще и к изменениям жизненных обстоятельств, в которых мы живем. Поэтому здесь, знаете, как перепашет, что, как говорится, хотим мы того или нет, но полностью нашу жизнь такой Плутон. Поэтому для тех из вас, кто родился в этот период, это этот год трансформационный. И наиболее актуально трансформации, перемены, изменения, я считаю, в позитивную все-таки сторону, будут с вами происходить с 27 апреля по 6 октября. Далее идем. И здесь нужно отметить, что у нас еще есть и затмения. Но вот перед тем, как к затмениям перейду, хочу сказать, что в году я буду, безусловно, еще делать прогнозы для каждого знака по месяцам. И там я буду более детально рассказывать вам, что там происходит, что на что влияет. Так что вы ничего не упустите. Но помимо этого, помимо прогнозов, которые я делаю на ютубе, я делаю очень много дополнительной информации, важной, нужной, интересной, которую я просто на ютубе не могу рассказать. Времени столько нет, чтобы все это записывать. Это в инстаграме и в фейсбуке вы можете дополнительную информацию всегда найти по каждому астрологическому периоду. И там же мне задать вопрос. Там я намного быстрее отвечаю на комментарии, там я намного быстрее помогаю вам сориентироваться в астрологическом материале, чем-то помочь, закрыть ваш пробел, чем здесь. Потому что мне просто там удобнее интерфейс так построен, что удобнее им пользоваться. Поэтому я вас приглашаю в свои соцсети. Вот в всплывающих окнах всегда есть аккаунты. В описании под этим видео есть ссылки. По этим ссылкам вы можете в мои аккаунты перейти, там со мной сдружиться, там комментировать меня. Там я вам буду намного быстрее с вами коммуницировать и вам в чем-то помогать, если моя поддержка необходима. Что же касается затмений, то затмений у нас будет 4 и все в принципе 4 затмения и 2 летних затмений и 2 зимних затмения влияют на ваше солнце. Но все зависит от того, в какие даты вы рождены, то есть в каких градусах ваше солнце. Например, лунное затмение, которое произойдет 25 мая 2021 года, сильно будет влиять на тех из вас, у кого дни рождения с 23 февраля по 27 февраля. Потому что это явно те градусы, на которые будет квадратом ложиться затмение. Ну, квадрат затмения это всегда напряжение, это преграда, это сложность, это проблема. Поэтому я думаю, что для вас период летнего коридора затмений будет непростым и может быть связан с нездоровьем вашим. Солнечное затмение, оно будет происходить 10 июня в 20 градусе близнецов. Надо обратить внимание на него, особенно тем из вас, кто родился с 9 марта по 13 марта. Потому что на ваше солнце тогда будет идти такая сильная нагрузка от этого затмения. И тогда вам нужно быть тоже очень аккуратным, потому что это опять квадрат. Это уже для вас будет проблематично. То есть сначала это было для более ранних рыб, теперь вот для более поздних рыб, так сказать. Вот, ну, собственно, от затмений всем достанется. Потому что вот лунное затмение 19 ноября 2021 года будет в 28 градусе Тельца. И вот это затмение будет позитивно влиять на знак рыб. Но особенно оно будет хорошо влиять на тех из вас, кто родился с 17 марта по 20 марта. То есть обратите внимание на то, что тогда для вас ноябрь будет очень позитивным временем. На это нужно делать даже ставку, потому что, наверное, это будет время исполнения ваших желаний. Это будет время поддержки небес, ваших инициатив. И солнечное затмение, которое произойдет 4 декабря в 13 градусе Стрельца. Это опять квадрат на солнце тех из вас, кто родился в период с 1 марта по 5 марта. И опять здесь проблематичность, опять это связано с каким-то ущербом, с каким-то напряжением. И скорее всего с проблемами со здоровьем. Так что, в принципе, я считаю, что затмения, они не очень хорошо действуют в этом году, кроме одного. Но и то хорошо, спасибо хотя бы одному затмению, что оно более позитивно действует на карты некоторых из вас. Да, на солнце некоторых из вас. Вот, все остальные получают, по сути дела, от затмений ущерб. И в это время надо быть очень аккуратными с личными инициативами, потому что они могут потерпеть полное фиаско. Так же, как и с перенапряжением, которое просто организм может не выдержать. И тогда вы получите какую-то болячку. Но еще я обещала сказать, при ретроградной Меркурии, который будет ходить квадратом к вашим солнцам, если они в промежутке, если солнце находится в промежутке 16 по 24 градус рыб, то квадрат вы получите с 29 мая по 22 июня. То есть период, когда будет идти летний коридор затмений, что только лишь усилит проблематику. То есть и в мелких делах появятся какие-то сложности. Или какая-то коммуникация сильно нарушится. Но под конец года чуть-чуть выправится ситуация за счет положения Венеры. Венера будет ходить в ретроградную у нас в конце года по козерогу. Из-за этого она в козероге задержится на долгое время. А козерог для вас знак весьма неплохой. Оттуда из этого сектора вы в основном получаете какую-то поддержку, какой-то позитивный импульс. И вот для тех из вас, кто родился в период со 2 марта по 16 марта, этот импульс позитивный будет наиболее ярким. Вообще Венера ретроградная у нас будет с 19 декабря по 28 января 2022 года. Так что эта поддержка будет долго длиться. И она будет и в ноябре у вас тогда, и в декабре, и даже в январе следующего года. Под конец года наверняка у многих рыб появится потребность в проработке, в анализе, может быть к возврату любовной темы. Это время, когда вы переоцениваете то, что с вами происходит в любви. И может быть для многих это будет и время, ну я не думаю, что расставание скорее, потому что затмение неплохое работает на вашей карте все-таки, на ваше солнце. Вот это вот ноябрьское затмение. Но при этом все равно это время, когда какое-то, знаете, движение эмоциональное существует. То есть вы и так в принципе эмоциональный знак, но все равно мы живем на каком-то автомате. А здесь прям вот всколыхнет что-то. Это может быть и новая любовь, и новые увлечения, новый роман, новое вдохновение, новое хобби. Так что в целом год должен закончиться вполне позитивно. Да, он в принципе и начинается весьма неплохо, потому что уже в конце 2020 года Юпитер переходит в другой знак, на соединении с Сатурном. Там новая, вот эта вот великая мутация происходит на ближайшие 60 лет. То есть все равно такой первоимпульс у вас очень хороший. Первоимпульс достижений, да, чего-то нового, обновления. Ну и конец года весьма неплохой. Так что по идее вот для каждого из вас, солнечных рыб, да, вот как бы небеса подготовили какую-то свою задачу в этом году в свой период. Вот, поэтому следите за прогнозами моими по месяцам, чтобы уже там более детально понять, что же задача в этом месяце вас ожидает. Я же вам желаю всего наилучшего, я вам желаю крепкого здоровья и прекрасного настроения. И до новых встреч со мной. До свидания.